Выучить и соблюдать сургутяны жители района просят придерживаться правил и рекомендаций, чтобы сохранить жизнь и здоровье при сборе дикоросов. В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям сургутского района рассказали, что в первую очередь в лес стоит брать минимальный набор. Это вода, сухпайки, заряженный мобильный телефон, портативное зарядное устройство и спички. Важно также собрать аптечку с перевязочными и обеззараживающими средствами. Перед тем, как пойти за шишками, ягодами и грибами, следует сообщить родным о месте нахождения. При входе в лес запомнить ориентиры, такие как звуки дороги или положение солнца относительно точки входа, чтобы определить направление выхода. Если все же потерялись, рекомендуется сохранять спокойствие и позвонить в службу спасения по номеру 112. В Сургутском районе за этот год зафиксировано одно ЧП. Недалеко от Ульт-Ягуна пропала 62-летняя женщина. Она погибла. Отмечу, что еженедельно спасателям поступают вызовы о потерявшихся в лесу людях. Всем очень знакомое ощущение, когда приходишь в лес и видишь грибы, и думаешь, а вот один другой, и вот еще дальше, еще лучше. И не замечаешь, как теряешь ориентир, где ты находишься. Как правило, люди уверены в своих действиях и считают, что они знают хорошо местность. Но, тем не менее, есть ряд советов, которые профессионалы рекомендуют перед выходом в лес ознакомиться и строго выполнять. Также в разгар сезона рыбалки в Управлении по делам ГО и ЧУС напоминают, что на любом судне должны быть спасательные жилеты. С начала весны уже произошло семь трагедий на воде в Сургутском районе. Среди погибших двое детей и остальные взрослые. В воскресенье на реке Лямин перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из них утонул, пытаясь доплыть до берега, а другому удалось выбраться. В настоящее время проводится доследственная проверка. Рыбак, который выжил, может стать фигурантом уголовного дела. Многие судоводители маломерных судов, не подлежащие к регистрации в органах ГИМС, ошибочно полагают, что они не поднадзорны этим органам. И в этой связи не несут никакой ответственности за допускаемые ими нарушения. Правила пользования маломерными судами и правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации. Это является заблуждением. Судоводители таких маломерных судов подлежат административной ответственности на общих основаниях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова